Пётр Дудкевич, Канада. Владимир Владимирович, с Вашего разрешения я хотел бы вернуться на момент крымской проблематики. Пожалуйста. Поскольку она такая ключевая и для Запада, и для Востока. Я хотел бы Вас попросить, чтобы Вы просто от себя рассказали свою личную картину этих событий, которые к этому привели. Особенно, почему Вы решились на такое решение? А можно было по-другому? Как Вы это сделали? А там нюансы важные, как Россия это сделала внутри Крыма. И последнее, в конце концов, это как Вы себе представляете последствия этого решения. И для России, и для Украины, для Европы, и для нормативного мирового порядка. Я прошу Вас, потому что важно. Я думаю, что миллионы людей хотят услышать Вашу личную реконструкцию этих последних дней, как Вы принимали это решение. Я не знаю, сколько раз я об этом говорил, но скажу ещё раз. Итак, 21 числа в Киеве были подписаны известные документы между президентом Януковичем и оппозицией. Под этими документами была поставлена подпись трёх министров иностранных дел европейских стран, как гарантов исполнения этих договорённостей. На 21 числа вечером мне президент Обама позвонил, мы с ним обсудили эти вопросы, сказали о том, как мы будем способствовать исполнению этих договорённостей. Россия взяла на себя определённые обязательства. Я услышал, что мой американский коллега готов взять на себя определённые обязательства. Это всё было 21 вечером. В тот же день мне тоже позвонил президент Янукович, сказал, что он подписал, считает, что ситуация стабилизировалась, и он собирается поехать в Харьков на конференцию. Не скрою, это не секрет, я выразил определённую озабоченность, сказал, возможно ли в такой ситуации покидать столицу. Он ответил, что считает возможным, поскольку есть документ, подписанный с оппозицией, и министры иностранных дел европейских стран выступили гарантами исполнения этой договорённости. Скажу вам ещё больше. Я ему ответил, что я сомневаюсь в том, что всё так будет хорошо, но это его дело. Он же в концерте президент, и он чувствует ситуацию, ему виднее, как поступать. Но во всяком случае, мне кажется, нельзя выводить силы правопорядка из Киева, сказал ему я. Он сказал, да, конечно, это я понимаю. Уехал и дал команду вывести все силы правопорядка из Киева. Красавец тоже. В Киеве что произошло, мы знаем. На следующий день, несмотря на все наши разговоры телефонные, несмотря на подписи министров иностранных дел, как только Янукович покинул Киев, тут же произошёл захват его администрации и здания правительства. В этот же день стреляли по кортежу генерального прокурора Украины, ранили одного из сотрудников его охраны. Янукович позвонил, сказал, что он хотел бы встретиться со мной, переговорить, пообсудить ситуацию, сказал, пожалуйста. В конечном итоге мы договорились встретиться в Ростове, потому что там ближе. Он не хотел далеко оторваться, так он мне сказал. Я готов был вылететь в Ростов, но выяснилось, что он уже и в Ростов не может выехать. К нему уже начали применять силу, на него начали наставлять автоматы, и они там уже не очень понимали, куда им деваться. Не буду скрывать, мы помогли ему перебраться в Крым. И он там ещё и пребывал в течение нескольких дней, в Крыму. Ну, на тот период времени Крым был частью Украины. Но поскольку события в Киеве развивались очень быстро и бурно, мы знаем как, не знаю, вот широкая общественность не знает, а там ведь были и убийства, и людей заживо сжигали, зашли в офис партии регионов. Просто технических работников взяли, убили там и всё, сожгли заживо в подвале. Значит, в таких условиях ему, конечно, в Киев возвращаться было уже бессмысленно, и вообще никто не забыл, все забыли про какие-то договорённости с оппозицией под подписи министров иностранных дел, про наши разговоры по телефону. Да, скажу откровенно, он попросил вывезти его в Россию. Что мы сделали? Вот и всё. Значит, видя, как разворачиваются события, люди в Крыму почти сразу взяли за оружие и обратились к нам с просьбой помочь им провести вот те мероприятия, которые они намерены были сделать. Не буду скрывать, мы использовали наши вооружённые силы для блокирования воинских подразделений, расквартированных в Крыму, украинских воинских подразделений, но не для того, чтобы кого-то заставить идти на выборы. Да это невозможно, вы же все взрослые люди, понимаете, как под автоматом, что ли, людей поведёшь на выборы. Люди шли на выборы там как на праздник, и все это знают, и проголосовали. Даже крымско-татарское население, явка была ниже среди крымских татар на выборы, но голосование было выше. Там если в целом по Крыму, я уже не помню, сколько там, чуть ли не 96 процентов, или 94 проголосовало, 96, а крымские татары пришли в меньшем количестве, но в процентном отношении их там 97 процентов. Почему? Потому что те, кто не хотел голосовать, они просто не пошли. Но те, кто пришли, проголосовали за. Я уже говорил о правовой стороне дела. Крымский парламент собрался, проголосовал за референдум. И здесь ведь тоже, понимаете, кто может сказать, что можно было несколько десятков человек притащить за шиворот туда, в парламент для голосования. Не было этого, да просто и невозможно это, не хотели бы люди голосовать, сели бы на поезд, на машину, на самолёт и улетели, и всё, ищи ветра в поле. И не было бы никого. Все пришли и проголосовали за референдум, а народ Крыма высказался за присоединение к России. Вот и всё. А как это будет влиять дальше на развитие международных отношений, мы видим, как это влияет. Но мы считаем, что если мы уйдём от так называемой практики двойных стандартов и признаем за всеми людьми одинаковые права, то никак не должно повлиять. Нужно признать право этих людей на самоопределение.